Расторжение брака В таком случае нужно обоюдное желание двух супругов при условии, что у них нет малолетних или несовершеннолетних детей. Второй вариант мы рассматриваем через ЗАГС, если приходит один из супругов с решением суда, вступившим в законную силу, о том, что супруг недееспособный, либо с решением суда о том, что супруг без вести отсутствует. В таком варианте принимается заявление в одностроенном порядке и в течение месяца через ЗАГС разводят супружескую пару. Другой вариант, более сложный и длительный, это вариант через обращение в суд. В первую очередь, что можно отметить, это перечень документов базовый. Это свидетельство о браке, паспорт, код супругов, свидетельство о рождении детей, если есть несовершеннолетние, малолетние дети, а также справка с места жительства, где проживает. Подсудность рассмотрения таких категорий дела будет зависеть от того, где проживает ответчик, подается по месту жительства, либо последнему известному месту жительства ответчика. Если бывают довольно частые случаи, особенно с условием нашего региона, где супружеские пары остались проживать, либо проживают на нет подконтрольной территории Украины, в таком случае необходимо обратиться в тот суд, где последнее было место жительства, например, скажем, Киевский районный суд города Донецка. В таком случае такое обращение в суд о расторжении брака будет рассматривать Павлагородский мискорайонный суд. То есть подсудность всех судов неподконтрольных распределена на территории Украины таким образом, чтобы можно было обратиться по подсудности в тот суд. Стоимость судебного сбора при обращении будет составлять 840 гривен 80 копеек на сегодняшний день. Также бывают случаи, когда молодые супружеские пары, у которых имеются новорожденные дети сроком до одного года, в таком случае суд может отказать в расторжении брака. Здесь особенностью рассмотрения брака будет являться о том, что подтверждено насилие в семье. Также еще будет судом признано о том, что до зачатия отцом является другой человек, но не супруг. В таком случае суд учтет и увидит обстоятельства, сложенные в пользу кого-то или ее супруга, и будет такое дело рассматриваться в суде. Также довольно часто с сопровождением расторжения брака идут последующие гражданские дела. Это раздел имущества и определение места жительства детей. При подаче данного иска в суд необходимо оговорить эти моменты, чтобы подальше уже исключать, либо этот спор уже был оговорен. Также в исковом заявлении необходимо указывать изменение фамилии. Законодатель предусматривает оставить фамилию предыдущую, либо девичью фамилию, если этого пожелает истец, либо второй супруг при бракоразводе. Есть поодинокие такие случаи, когда браки заключаются на территории Украины с иностранными лицами, гражданами другой страны. Есть браки, которые заключаются за пределами территории Украины, но заключают граждане Украины. Такие категории дел довольно редки, но они тоже встречаются. Рассмотрим, если брак был заключен с иностранцем на территории Украины, то в таком случае процедура остается та же. Обращаемся в суд по юрисдикции и по известному месту нахождения ответчика. Рассмотрим тот вариант, если был брак заключен за пределами страны, то здесь уже подключается международное право той страны. И с обращением в консульство для расторжения брака. То, что бывают даже такие случаи, брак был заключен за границей, кто-то из супругов переехали на Украину. То есть там в свое время расторгнуть брак не было возможности. И здесь вот уже в таких случаях подключается международное право. Уже есть особенности его рассмотрения. Да, это довольно длительный процесс. Если мы рассматриваем развод на территории Украины при условиях, что оба граждане и был заключен брак на территории, то это по сроку в среднем примерно двух-трех месяцев, то такой брак с иностранными лицами, либо заключенный за границей, может доходить сроками до одного года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова